Продолжаем наш уроки, посвященный вопросу медиалогии. На прошлом занятии мы начали рассмотрение вопроса о втором атрибуте Всевышнего, о знании, о втором самосном атрибуте, которое мы разбираем на этих наших занятиях. Итак, начав разговор об этом атрибуте, мы сказали, что в первую очередь коснемся первого деления, самого первого, первичного деления знания. Это деление знания на посредственное знание, в котором, как мы подчеркнули, наличествует посредник-повествователь. Этого посредника-повествователя мы уподобили телевизору, радио, газете, интернету и так далее. То есть, есть посредник-повествователь, который играет практически такую же роль, как телевизор или радио. То есть, мы, получая какие-либо знания, какие-либо представления о чем-либо через телевизор, получаем через какого-то посредника, через определенного посредника. И то же самое обстоит и с посредственным знанием, в котором наличествует этот посредник-повествователь, наличествует. Мы также говорили о том, что, коротко, но все же сказали о том, что этот посредник-повествователь настолько качественный, что самого посредника-повествователя мы не наблюдаем. Мы не видим его, мы не замечаем. И нам кажется, что мы вещи наблюдаем непосредственно, без посредника. Все пять чувств, через которые мы познаем окружающее, являются, по сути, посредственным видом познания. То есть, например, когда мы что-либо лицезреем, мы познаем через посредственное познание. То есть, здесь наличествует посредник-повествователь. Мы уподобили его телевизору, мы уподобили его радио, но он намного качественнее, настолько качественнее, что мы, в отличие от телевизора или радио, вовсе не замечаем этого посредника-повествователя. То же самое обстоит и с другими чувствами, такими как осязание, обоняние и так далее. То есть, все пять чувств – это посредственный вид познания окружающего мира, получения в окружающем мире представления. И даже более того, когда мы говорим о представлении, мы уже говорим о посреднике-повествователе. Так как именно это представление в широком смысле и является тем самым посредником-повествователем. И самым яснейшим и убедительнейшим доказательством этого, то есть, того, что мы через эти пять чувств познавая, познаем на самом деле через посредника-повествователя. То есть, если мы смотрим на стоящего перед нами человека, то на самом деле мы не видим самого человека. Мы видим, мы познаем непосредственно посредника-повествователя, который передает нам представление, если хотите, картинку об этом человеке, который стоит перед нами. И самым ясным и убедительным доказательством тому является то, что мы иногда видим или слышим даже то, что не существует. Мы видим вещи, мы видим объекты, мы видим предметы, которых не существует. Например, видим воду вдалеке, а воды вдалеке нет на самом деле. Мы видим круг, а круга на самом деле нет. Есть один предмет, который вращается вокруг определенной оси и создает впечатление, что имеется какой-то круг в этом месте. Еще более убедительным является то, что человек, находясь под воздействием определенных веществ, вовсе видит вещи или слышит звуки, которые не существуют, которых нет. И также можно привести пример со сном. Мы, несмотря на то, что закрываем глаза, мы видим, наблюдаем определенные события, определенные процессы, определенные вещи и даже определенных людей, при этом не замечая, что это не реальность, а сон. Все это говорит о том, что мы во всех этих случаях и в других случаях познаем вещи через посредника повествователя, через повествователя, который передает нам представление об окружающем. Это посредственный вид познания, и его противоположностью является непосредственным видом познания. Например, представьте себе чувство боли. Мы чувствуем боль, мы познаем боль. Это познание является непосредственным... Мы не имеем представления о боли, потому что представление о боли не причиняет боль. Мы познаем непосредственно саму боль. Мы познаем радость. Если просто представить себе, просто получить представление о радости, мы от этого радостнее не становимся. Поэтому такие переживания, душевные переживания, как радость, страх, боль, голод и так далее, и тому подобное, все это познается, это является примером непосредственного познания, в котором отсутствует посредник-повествователь. Итак, доказательством посредственного познания было то, что человек ошибается. Ошибается в том, что видит, ошибается в том, что слышит и так далее, и тому подобное. Ошибка возможна только тогда, когда имеется посредник между человеком и объектом его познания. А если никакого посредника нету, то есть на самом деле, если говорить более предметно, нету представления о вещи, а познается без этого представления сама вещь, как, например, боль, радость, печаль и так далее, то в данном случае ошибка просто невозможна. Поэтому посредственное познание доказывается через ошибки, ошибки в познании, потому что ошибки возможны только тогда, когда имеется повествующий и повествуемое. И отсутствует соответствие между повествующим и повествуемым. То есть повествующий не совсем точно, не совсем правильно передает то, о чем он повествует. Это как если бы телевизор передавал бы картинку искаженно. Например, вы видели бы на экране своего телевизора человека в зеленой рубашке, но на самом деле оказалось бы, что в студии сидит человек в красной рубашке или в синей рубашке, например. И в посредственном познании ошибка происходит именно таким образом. То есть этот посредник-повествователь не совсем точно, не совсем правильно, не совсем соответствующе повествует о предмете своего повествования. Повествование, я часто использую это слово, необходимо понимать его в широком смысле. А доказательством непосредственного познания является то, что бесконечная цепь причин и следствий просто невозможна. Мы ранее говорили об этом, когда доказывали единство Бога, когда доказывали существование Бога, мы говорили о том, что бесконечная цепь причин и следствия невозможна. Итак, посредственный вид познания является причиной знания. То есть, если человек знает что-либо о земном шаре, например, то он узнает об этом через посредника. А если бы этих посредников, то есть посредник в данном случае является причиной этого знания, этих представлений. И если бы их было бесконечное, то есть, если бы каждый из этих посредников-повествователей познавался бы сам, также через другого посредника-повествователя, например, вы имеете представление о земном шаре. Но как вы познаете это свое представление? Конечно же, непосредственно. Здесь уже отсутствует посредник-повествователь. Если бы посредник-повествователь был бы необходимостью во всех видах знания, и здесь также мы наблюдали бы посредника-повествователя, который также познавался бы через другого посредника-повествователя, и так до бесконечности мы никогда не получили бы представление о земном шаре. Многие виды знаний были бы нам недоступны, но это не так. Мы очень многое знаем, мы имеем большой объем знаний, информации. Очень многое мы себе можем представить. И все это говорит о том, что все-таки бесконечная цепь причин и следствия здесь в данном случае отсутствует. И как следствие имеется посредственное познание и непосредственное познание, то есть два вида познания. Таким образом доказываются эти два вида познания. Имеются два вида познания. Конечно же, они между собой очень сильно отличаются. Отличаются, во-первых, в том, что посредственный вид познания, как мы говорили ранее, порой бывает ошибочным. То есть познавая через этот метод, через этот путь что-либо, мы можем ошибиться. Например, зрительные образы, звуки, вкусы, запахи, холод, тепло, мягкость, твердость. Все это познается чувствами. Пятью чувствами и может быть ошибочным. Мы можем увидеть то, чего на самом деле не существует. Как если бы вы взяли бы, например, камень и завязали бы его веревкой и крутили бы, то видели бы вы только круг, а не камень. То есть это зрительный обман, это ошибка в познании, ошибка в представлении, которая является следствием посредственного вида познания. Ошибка в непосредственном познании просто невозможна, потому что нет повествователя и повествуемого, дабы между ними еще могло быть несоответствие. Так как ошибка является именно следствием несоответствия повествователя и повествуемого. Это важнейшее и первое отличие между этими двумя видами познания. Второй вид познания, вторая особенность, отличающая познание от непосредственного, это то, что непосредственное познание, оно качественно другого уровня. Оно имеет совершенно другое качество. То есть оно намного качественнее. Человек, это знание, человек дает больше уверенность, больше убежденность. И исключает какое-либо сомнение. Сомнение, например, если вы чувствуете боль, то у вас не может быть никаких сомнений в том, что вам больно, что вы чувствуете боль. Это просто невозможно. И никто не может расшатать вашу убежденность в том, что вам больно. Потому что вы, как говорится, на своей шкуре все это чувствуете. А когда вам доказывают, что, например, вашему знакомому или другу больно, вы имеете об этом только представление. Саму эту боль вы непосредственно не чувствуете. Опознаете только через посредника повествователя. То есть через представление. И, соответственно, можете отнестись к этому явлению, к этой действительности халатно. Можете забыть об этом. Можете сомневаться в этом в конце концов. И так далее. То есть качественно, непосредственно познание намного лучше. Итак, возвращаясь к нашей теме, а именно к второму атрибуту, атрибуту знания, необходимо подчеркнуть, что Всевышний обладает обоими видами познания. И, как мы говорили на прошлом занятии, это дихотомическое деление, то есть двучленное деление, когда мы говорим, отсутствует посредник-повествователь и наличествует посредник-повествователь. Отсутствует и наличествует. То есть подобное двухчленное дихотомическое деление просто исключает возможность, даже логическую, теоретическую возможность, наличия какого-то третьего. Поэтому имеется теоретически и логически может быть только два вида познания. Бог обладает обеими видами познания. Конечно, в этом вопросе имеются разногласия. Очень долгое время ученые спорили и до сих пор отчасти спорят по этому вопросу. Некоторые говорят, что Бог обладает только непосредственным видом познания. То есть все познается, все Бог, обо всем Бог знает только через непосредственное вид познания. Почему? Потому что оно безошибочное, оно качественнее и так далее. Но здесь возникает сомнение. Сомнение, заключающееся в том, что непосредственное познание чего-либо требует наличия этого чего-либо. То есть того, чтобы это что-либо существовало, обладало бытием. И поэтому возникает вопрос, если все знания Бога являются непосредственными, то знание Бога о том, что не существует, как оно может быть непосредственным? Если для непосредственного вида познания необходимо бытие предмета познания, существование предмета познания. И вследствие этого мы приходим к выводу, что о тех вещах, которые не существуют, о несуществующих вещах Бог, вне всякого сомнения, знает через посредника-повествователя, то есть через представление. Конечно, это представление намного качественнее, чем то, что мы можем себе представить, чем то, с чем мы обычно имеем дело. Но в любом случае это посредник, имеется здесь посредник-повествователь. А все, что существует, все, что обладает бытием, все это является предметом непосредственного познания Бога. На этом наше занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.